Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21 марта, Всемирный День Поэзии. Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. Муниципальные библиотеки города Архангельска подготовили интересную программу онлайн-мероприятий, которую открывает видеоинтервью с поэтом-празаиком Игорем Гуревичем. Игорь Давидович в своем видеоинтервью размышляет о таинстве такого великого искусства, как поэзия. Как говорил Эммануил Кант, из всех искусств первое место прочно удерживает поэзия. Вот уже на протяжении многих и многих веков поэзия – это особое искусство, высшее искусство. И поэты сродни каким-то шаманам. Как сказала одна знакомая моя поэтесса, буквально на днях, когда сочиняешь стихи, впадаешь в состояние транса, потому что обращаешься к своему внутреннему миру, к своей душе. Вообще написание стихов – это порой соединение несоединимого. Есть такое мнение, что хорошие стихи – это демонстрация универсальной способности человека говорить, рассказывать о своей душе и своем бытие одновременно средствами, которые не поддаются анализу. Вроде и слово, вроде язык, знакомый, на котором мы говорим, рифма, тоже все понятно, ритм. Но в итоге получается нечто такое, что сродни колдовству. Недаром говорят, хорошие стихи вызывают мурашки. Вот когда у тебя мурашки, значит перед тобой прекрасные стихи. День поэзии – это повод вспомнить замечательных поэтов, вспомнить, почитать стихи. Но День поэзии – это и повод о том, чтобы поговорить несколько хотя бы слов о том, что такое настоящая поэзия. Ведь кажется так просто – научись рифмовать, научись ставить слова, и все у тебя будет получаться. Но почему есть хорошая поэзия, а есть то, что называется графоманством? Чем отличается хорошая поэзия? Самобытностью. У настоящего поэта есть свой голос. Неповторимый, уникальный голос. Используя те же самые средства языковые, он создает свой стиль, свою поэзию, как говорят. Вот для примера Всем известное стихотворение я помню. Чудное мгновение Передо мной явилась Ты, как мимолетное видение Как гений чистой красоты Великий Пушкин А давайте попробуем себе представить, как мог бы о том же написать в общем-то графоман. Человек, просто научившийся рифмовать. Ну, допустим. Помню, я в тебя влюбился и потом чуть не женился. Ты вошла красиво в дверь. Не могу я спать теперь. Ну, стихи, стихи, но не поэзия. Хорошая поэзия еще отличается от графоманства оригинальным развитием сюжета. Это не ситуация, когда что вижу, то пою. Как же стать хорошим поэтом? Ну, в первую очередь, и это единственный, даже не в первую очередь, а единственный совет развивать в себе внутренний слух и самоконтроль. То есть, читать хорошую поэзию. Читать настоящие хорошие стихи. Причем, современных поэтов. Именно современных. Потому что каждое время предлагает, ну, свои требования, свои критерии хорошей поэзии. Наверное, Тридиаковский в сегодняшнее время показался бы нам графоманом. И вот, читая чужие хорошие стихи, повторяя их, пробуя на вкус, пропуская через себя и подражая, может быть, потом в своих строках, можно совершенствоваться и нащупать свой неповторимый стиль. Ведь недаром Анна Ахматова когда-то сказала знаменитая ее четверостишье о сущности поэзии. Не повторяй. Душа твоя богата того, что было сказано когда-то. Но может быть поэзия сама одна великолепная цитата. Ну, поздравляю всех с этим замечательным днем. Желаю поэтам побольше творческого вдохновения и хороших творческих открытий, от которых будет радоваться и их сердце, и которые будут радовать читателей. Ну, а читателям хороших стихов читайте больше хороших стихов. С днем поэзии, друзья!